Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, 12 августа этого 2023 года я опубликовал на Дзен ролик «Путин – это белый всадник Майдреи» – потрясающее пророчество Ивана Ефрема. И в этот же день я опубликовал на платформе 9.1.1.1 текстовую версию этой публикации. Они будут под роликом. Дальше я дал продолжение этой публикации, в котором объяснил, каким образом Ивану Ефремову удавалось делать такие потрясающие пророчества. И рассказал, что такое гипнотическая прогрессия. И, боюсь, это одна из первых публикаций об этом удивительном явлении, уже признанном наукой. Дальше Анадзен опубликовал ролик «Продолжение темы. Путин – белый всадник Майдреи» – потрясающее пророчество Ивана Ефремова. Его я опубликовал 16 августа. А текстовую версию этой публикации на 9.1.1.1 я опубликовал 17 августа. Они тоже, ссылки на них тоже на обе будут под роликом. И, в частности, в этой публикации я упомянул, что руководство Советского Союза прекрасно знало о прогрессии. Поскольку этой методикой в совершенстве владел Вольф Мессинг. Но, понятно, предпочитал опомолчивать из-за идеологических соображений. И сказал, что хотел бы подробнее рассказать об этом удивительном человеке. Но мне и в голову не приходило, что это придется сделать так скоро. Кстати, вот как выглядел Вольф Мессинг. Напоминаю о пророчествах Ивана Ефремова. Прежде всего, Иван Ефремов сделал порядка сотни технических пророчеств. Которые уже сбылись. А также он сделал еще порядка сотни технических пророчеств. Которые не сбылись. Но которые по всему не сбылись пока. Но нас здесь интересуют его социальные, а не технические пророчества. Их я уже озвучил в указанной первой публикации. Но, думаю, здесь не грех и повториться. Я опущу пророчества, которые уже сбылись, желающие могут посмотреть их в первой публикации. И озвучу только одно не сбывшееся и те социальные пророчества, которым еще предстоит сбыться. Сначала о не сбывшемся. В 2005-2010 годах по Ефремову, вроде бы, должна была произойти Третья мировая война. Он ее назвал «Битвой Мары». Но это пророчество, к счастью, не сбылось. Но я, проанализировав его, понятно, еще до 2005 года, предупредил на бывших тогда в сети так называемых Ефремовских форумах, что оно и не сбудется. Поскольку оно было неверно истолковано. На самом деле, «Битва Мары» произойдет в 23 веке. Это не Третья мировая война, а это Большая Галактическая война. Но на форумах меня тогда не поняли и близко. Тогда на них, по сути, было две группы людей. Ефремовцы-коммунисты, точнее, Ефремовцы-члены ГПРФ, и Ефремовцы, скажем так, коммунисты-огни-юги. Первые считали Ефремова ортодоксальным, так сказать, научным коммунистом. Другие, что Ефремов, безусловно, коммунист, но он очень многое заимствовал из-за огни-юги. Мне же уже и на тот момент было хорошо ясно, насколько они правы обе группы сторонников Ефремова. Дело в том, что концепция, которую излагал в своих книгах, но и не только в книгах Иван Ефремов, на тот момент была и близко неизвестной науке. Это было действительно что-то новое и неизвестное. И она не была не только коммунистической, но даже и материалистической. Я понял это еще в ВУЗе, ориентировочно в 1984 году. Кстати, я сейчас заканчиваю работу над книгой об этом. Мой роман «Темное пламя». Книга о книге. Вот как, надеюсь, будет выглядеть его облушка. Книга еще не вышла. Более того, она еще не дописана. Но, повторюсь, я заканчиваю работу над ней. Она, кстати, будет не совсем публицистической. Она будет художественно публицистической. Но продолжим о битве Мары. Тем более, что эта тема заинтересовала меня по-настоящему, и я занялся ей всерьез. Это было ориентировочно в 2004 году, 19 лет назад. Мне тогда было 38 лет, и жизненного опыта мне тогда еще не хватало. Я так и попытался объяснить Ефремовцам, что они не правы. Но, повторюсь, они меня не поняли. И тогда я принял другое решение. Я принял решение написать большую книгу, художественную книгу, по битве Мары, как о большой галактической войне. В процессе работы мне также стало ясно, что одной книги здесь мало. И очень мало. Нужна большая эпопея. Минимум из нескольких книг. Но все это было для меня вновь. Я тогда еще не писал художественные произведения. Но я за дело взялся решительно. И первая книга, роман «Темное обломе», вышла у меня в 2011 году. В издательстве «Снежный ком». В том же году, кстати, она была номинирована на две литературные премии. Похоже, дар писателя у меня таки проявился. Это оказалось очень кстати. Вот как выглядит ее обложка. Кстати, изначально я этот роман планировал назвать «Пророчество». В этом 2023 году, кстати, вышло продолжение романа «Темное пламя». Повесть «Урин». Вот как выглядит ее обложка. Ссылки, по которым книги нужно приобрести, будут подробниками. Параллельно, кстати, ефремовцы в те годы открыли для себя творчество ученика Ивана Ефремова. Украинского писателя Олеся Берника. Его сейчас иногда называют «Украинский Ефрем». А также творчество супругов Бузиновских. И среди них начали появляться люди, понимающие, что прав такие я. Они коммунисты, члены КПРФ и коммунисты Огнеюги. Самое же главное, в этот период, благодаря книгам супругов Бузиновских, ефремовцы для себя открыли учителя Ефремова, Роберта Бартини. Ссылка на мой подробный документальный фильм о нем будет под роликом. И понимание, что учение Роберта Бартини – это не коммунизм и не Огнеюга, начало приходить. Вот как выглядел Роберт Бартини. И, кстати, заодно это еще и обложка моего документального фильма о нем. Кого заинтересовала тема «Битвы Мары», рекомендуем ознакомиться с указанными моими художественными книгами. Теперь о другом, пожалуй, еще более важном пророчестве Ивана Ефремова. По Ивану Ефремову впереди большие перемены. И самое главное – очень хорошие перемены. Самая страшная эпоха в истории человечества – Кальюга. По Ифремову закончилась в 1942 году. Сейчас, при нашей с вами жизни, нам следует ждать прихода нового великого духовного учителя – белого всадника Майтреи. Вернее, он уже пришел, но пока еще не проявился. Его появление означает начало новой эры. Новой великой эры, точнее. Эры великого процветания. Ну или первой ноосферной эры нашей цивилизации. Эры мирового воссоединения. Он даст человечеству совершенно новое философское учение, которое позволит, наконец, создать действительно разумно и справедливо устроенное общество. И народ поймет его и пойдет за ним. Самое же главное – он должен появиться буквально в самые ближайшие годы. Это вопрос не десятилетий, а это вопрос нескольких лет максимум. И первый, на ноосферный путь развития, он выведет Россию. Ну а дальше все пойдет по нарастающей. Окончательно темные времена, или как их называл Иван Ефремов, век смятения и голода, закончатся между 2035 и 2046 годами. Это года, как это названо у Ефремова, второй великой революции, ВВР. Ну а в 2047 году начнется указанная эра мирового воссоединения. И повторюсь, первый на ноосферный путь развития выйдет Россия. В смысле она выйдет на ноосферный путь развития? Гораздо раньше, 2047 года. Конечно, все это впечатляет само по себе, но в прошлой публикации я сказал, что хотел бы в контексте своей работы подробнее рассказать о Вольфе Мессинге. И начал проработку этого вопроса. И вот что, совершенно неожиданно для себя, я наработал. Я обнаружил предсказание Вольфа Мессинга на этот, 2023 год. Обнаружил его сразу в нескольких документах. Что в текстовых, что в видео. Суть этого предсказания. В 2023 году придет сильный человек. И он появится в России. Он даст миру новую философию, которая спасет человечество. И она стремительно распространится по всему миру. И это приведет к тому, что исчезнут коррупция, войны и грязные политические игры. Лучше всего при этом себя будут чувствовать жители России. А попасть к нам в страну будут мечтать люди самых разных уголков. Вот такое вот пророчество, полностью совпадающее с пророчеством Ивана Ефремова о приходе белого всадника Майдреи. Но и теперь ясно, что если это не очередной фейк, которых сейчас, увы, ой, как много, то этот белый всадник Майдреи точно, ну никак не Владимир Путин. Вот этот эпизод с ролика. В РФ появится новый лидер. Он избавит мир от войн. Россия станет страной мечты. С канала на Ютубе весь не будущего. И повторюсь, это далеко не единственный источник. Но, понятно, я решил ознакомить с этим эпизодом наших уважаемых подписчиков, читателей и зрителей. Вот он. В 2023 году придет сильный человек. Еще один любопытный прогноз на 2023 год касается некоего человека из России. Мессинг предрекал появление новой философии, которая спасет все человечество. Это учение принесет сильный человек, который будет дальновидным и сможет заглядывать в будущее. Его философия стремительно распространится по всему миру. Новый лидер сумеет объединить вокруг себя множество людей из разных государств. Под его руководством жители многих стран придут к миру, где не будет коррупции, войн и грязных политических игр. По словам Мессинга, лучше всего себя чувствовать будут жители России, а попасть сюда будут стремиться люди из разных уголков земного шара. Она станет страной мечты. Что это? Не знаю. Повторюсь, фейков сейчас, увы, слишком много. Но уж больно вовремя появилась эта информация. Я бы сказал, ошарашивающе вовремя. Что ж, давайте, как говорится, будем посмотреть. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации. Поддерживайте канал Донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом.